С вами канал Учебник Слух. Литература, седьмой класс. Любите читать. Замечали ли вы, какое большое впечатление производят те произведения литературы, которые читаются в спокойной, неторопливой и несуетливой обстановке? Литература дает вам колоссальный, обширнейший и глубочайший опыт жизни. Она делает человека интеллигентным, развивает в нем не только чувство красоты, но и понимание. Понимание жизни, всех ее сложностей, служит вам проводником в другие эпохи и к другим народам, раскрывает перед вами сердца людей, одним словом, делает вас мудрым. Но все это дается вам только тогда, когда вы читаете, вникая во все мелочи. Ибо самое главное часто кроется именно в мелочах. А такое чтение возможно только тогда, когда вы читаете с удовольствием. Не потому, что то или иное произведение надо прочесть по школьной ли программе, или по велению моды и тщеславия, а потому, что оно вам нравится. Вы прочувствовали, что автору есть что сказать, есть чем с вами поделиться. И он умеет это сделать. Если первый раз прочли произведение невнимательно, читайте еще раз, в третий раз. У человека должны быть любимые произведения, к которым он обращается неоднократно, которые знает в деталях, о которых может напомнить в подходящей обстановке окружающим, и этим то поднять настроение, то разрядить обстановку, когда накапливается раздражение друг против друга, то посмешить, то просто выразить свое отношение к происшедшему с вами или с кем-то другим. Бескорыстному чтению научил меня в школе мой учитель литературы. Я учился в годы, когда учителя часто вынуждены были отсутствовать на уроках. То они рыли окопы под Петроградом, то должны были помочь какой-либо фабрике, то просто болели. Леонид Владимирович, так звали моего учителя литературы, часто приходил в класс, когда другой учитель отсутствовал. Непринужденно садился на учительский столик и, вынимая из портфеля книжки, предлагал нам что-нибудь почитать. Мы знали уже, как он умел прочесть, как он умел объяснить прочитанное, посмеяться вместе с нами, восхититься чем-то, удивиться искусству писателя. Так мы прослушали многие места из войны и мира. Несколько рассказов Мопассана «Былину о Соловье Будемировиче», другую «Былину», о Добрыне Никитиче, повесть о горе злосчастии, басне Крылова, Ода Державина и многое-многое другое. Я до сих пор люблю то, что слушал тогда, в детстве. А дома отец и мать любили читать вечерами. Читали для себя, а некоторые понравившиеся места читали и для нас. Читали Лескова, Мамина Сибиряка, исторические романы. Что нравилось им, то постепенно начинало нравиться и нам. Не заинтересованное, но интересное чтение вот что заставляет любить литературу и что расширяет кругозор человека. Умейте читать не только для школьных ответов и не только потому, что ту или иную вещь читают сейчас все. Она модная. Умейте читать с интересом и не торопясь. Почему телевизор вытесняет сейчас книгу? Да потому, что телевизор заставляет вас не торопясь посмотреть какую-то передачу, сесть поудобнее, чтобы вам ничего не мешало. Он вас отвлекает от забот, он вам диктует, как смотреть и что смотреть. Но постарайтесь выбирать книгу по своему вкусу. Отвлекитесь на время от всего на свете. Сядьте с книгой поудобнее, и вы поймете, что есть много книг, без которых нельзя жить, которые важнее и интереснее, чем многие передачи. Я не говорю, перестаньте смотреть телевизор, но я говорю, тратьте свое время на то, что достойно траты. Классическое произведение, то, которое выдержало испытание временем. С ним вы не потеряете своего времени. Но классика не может вам ответить на все вопросы сегодняшнего дня. Поэтому надо читать и современную литературу. Не бросайтесь только на каждую модную книгу. Не будьте суетны. Суетность заставляет человека безрассудно тратить самый большой и самый драгоценный капитал, которым он обладает. Своё время Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok